Такая тема, значит, будет называться гидродинамика. В прошлый раз у нас была гидростатика, у меня остался такой там хвостик. Он хвостик небольшой, но очень-очень такой вот очаровательный хвостик. Ну, очаровательный с физической точки зрения. Вот он мне очень так вот как-то вот нравится. Он такой очень один из самых красивых, самых загадочных моментов. Один из самых красивых и загадочных моментов восприятия физики детьми. Всегда это прямо убивает и потрясает. И, кстати, не только детьми, но и теми людьми, которые делали физику, присутствовали при ней. Это еще физика такая, средневековая по нашей советской систематике. Речь идет вот о чем. Мы в прошлый раз с вами какой-то там рисовали цилиндр, поршень, что-то там куда-то давили. Были у нас там гидро-какая-то такая передача с помощью маленького цилиндра, с помощью маленькой силы. Мы создавали приличное давление, которое перемещало огромное вот что-то там такое вот поднимало. Ну, то есть аналог рычага только гидравлический был. И в прошлый раз я тоже поделился воспоминаниями о том, как на самом деле выглядел опыт Архимеда знаменитый, когда он определял, присутствует или не присутствует примесь, значит, излишняя примесь более легкого металла в золотой короне. Это был такой у нас с вами разговор. А теперь вот посмотрите, полюбуйтесь, что у меня тут есть. Жидкость, тоже вроде почти та же самая, что было. Жидкость. В него опущен вот такой вот цилиндр. Цилиндр, есть там дно, нет дна? Да нет, наверное, нет. Это что-то напоминающее велосипедный насос. То есть такого рода опыт можно было делать со старым велосипедным насосом. Потому что с новым, наверное, все-таки не нужно, потому что вода, попавшая в насос, ни к чему хорошему не приведет. Ну вот, что тут есть у нас. На поверхности воды со всех сторон давит сила атмосферного давления. Тот самый один килограмм силы на квадратный сантиметр. Или, как они пишут, тысяча килопаскалей. Они это, значит, физики пишут так по системе Си. Ну и, естественно, вот снизу на поршень давит тоже атмосферное давление, которое, значит, компенсируется давлением сверху. Вот это тоже вот тут не поместилось написать. Тоже давит атмосферное давление сверху. И так все тихо, мирно компенсировано. Ну, мы собираемся поршнем не пытаться давить на воду. Что на нее давить? Она уйдет от нас, и все. Мы будем тянуть его. Ну, вся изюменно в том, что вот тут такой вот зазор. Он зазор оставлен, чтобы нам в нашем воображении поршню можно двигаться было. А на самом деле в зазоре стоит прокладка, которая не пропускает воздух. На самом деле вот этот вот стык, он такой вот подвижный, но герметичный. Ну, вот это вот для подъема воды. И вот начинаем поднимать вверх поршень, тянуть. Что происходит? Тянем мы его силой, атмосферное давление, да? Достаточно нам такой силы, равной атмосферного давления, например, да? Тянем, тянем. Не совсем так. Это сила просто меньше, немножко силы, соответствующая атмосферное давление умножить на S. Несколько меньше, но вот в эту сторону направлено. Что же тут получается? Вот на этом уровне, как ни крути, везде будет давление со стороны воды, вот сюда вверх, равное атмосферному. Вот чуть ниже опустились, вот тут, например, или вот здесь, да? Вот он, атмосферное давление. Закон такой вот в жидкости. Жидкость во все стороны давление передает. Вот такая вот удачная такая вот среда удивительная. Замечательная совершенно среда. И подняли столбик H. H подняли. Что же получается-то? Нам, получается, пришлось тянуть сюда наверх, да? Тянуть себе и тянуть. И вот этот вот столбик H весит ровно столько, с какой силой мы вот сюда его тянем. Да? Тянем. Вот эта вот сила, с которой тянем, равна весу вот этого столбика. Рожая H умножить на S. Вот. Получается тут такое вот отрицательное давление. Давление здесь получается меньше, чем атмосферное. Вот здесь вот оно меньше, чем атмосферное. На некоторую величину. И вот мы все продолжаем тянуть. И, наконец, так натянули. Вот высота подъема как раз равняется атмосферному, соответствует атмосферному давлению. Атмосферное давление делить на ρg. Вот. Для воды это будет 10 метров. Для ртути примерно 760 миллиметров. Так, как говорят, нормальное давление 760 миллиметров ртутного столба. Вот. Или еще эту единицу измерения, миллиметр ртутного столба, называют тор, торичелли. В честь того человека, который впервые этот эффект зафиксировал, скажем так. Была проблема у его покровителя. Ну, или, может, работодателя. В саду насосы должны были качать воду. Хороший насос. Уплотнение вот здесь. Идеальный. А воду не качает. Не поднимает он. Выше некоторой высоты. Ну, высоту тогда в каких-нибудь там дюймах, футах, дюймах, локтях мерили. Вот не знаю, в чем тогда мерили высоту. Но не в метрах это точно. Не было еще метрической системы единиц. И с этой проблемой обратились к торичелли. Почини насос. Почему не работает? Он долго думал, долго его, значит, смотрел. И, наконец, понял, за счет чего происходит подъем жидкости. Он, кстати, сделал такой опыт. Взял трубку. Трубку. Причем трубку, что очень важно, абы какого диаметра. Не так важно, какого диаметра эта трубка. Вот для изготовления термометров очень важно, чтобы трубка была идеально одинаковая, сечение имела, площадь сечения по длине имела идеально одинаковую, без изменений. А вот для барометров этого не нужно. Это называется барометр. Заполнил ее ртутью. Ртуть такой доступной была для ученых материал. Прокинул ее, поместил туда вот, под поверхность ртутью, палец вынул, ртуть немножко опустилась. И приняла высоту 760 миллиметров в нашей системе измерений. Вот это соответствует нормальному атмосферному давлению. Оказалось, таким образом можно измерять атмосферное давление по высоте подъема ртути. Не важно, какое сечение у этого столбика. Выше она не поднимется. Что не делая сверху, возникла-то речелевая пустота. Это, кстати, был полный шок. Шок в научном отношении. Потому что тогда наука пользовалась утверждением Аристотеля таким, что природа не терпит пустоты. Поэтому, например, работают такого рода насосы. Но стоило сделать насос для подъема воды на высоту больше 10 метров, как сразу обнаружилось несоответствие с этой теорией. Теория Аристотеля прекрасно работала. Когда нужно было, скажем, по соломинке коктейль сосать. Не знаю, были ли тогда коктейли во времена Аристотеля, речели или не были. Когда нужно было поднимать насосом в воду куда-нибудь там наверх. Вот, закачивать в однопорную башню, например. Вот. Вот какое вот дело оказалось. Вот так вот и возникло это понятие о речелевой пустоте. Кстати, можно долго с этим делом развлекаться. Ну, вот, давайте на формулу посмотрим, что тут развлекаться. Вот она формула. Что тут у нас есть? Это давление со стороны... Это атмосферное давление. Чему оно равняется? Атмосферное давление это будет вот это вот давление столба жидкости плюс атмосферное давление минус F, минус 100 сила, с которой тянут наверх, значит, еще тоже делить на... Так, тут, наверное, умножить на S, конечно, еще надо было бы, да? Ну, вот такая вот штука, да? Ну, отсюда мораль очень простая. Рожа H, делить на S и так далее. Высота подъема жидкости максимальная, которая нам, значит, доступна. Я хочу вам вот такую картинку показать. Вот смотрите-ка, наклонили поршень, да? А поверхность воды, когда она уже оторвалась от поршня, значит, это больше 10 метров. Ну, для ртути больше 760 сантиметров, если хотите. То вот эта вот поверхность, она горизонтальна, она под действием силы тяжести приняла такую формулу. Везде на поверхности этой одинаковое давление, одинаковое давление жидкости, да? Вот обратите внимание, какое вот замысловатая немножко, так сказать, фигурочка. Я хочу порассуждать в преддверии следующего нашей темы о движении, это вроде как движение жидкости, но вот, ну, цистерна какая-то на колесах, да? Вот такой бак с водой на колесах, вот он стоит, покоится на поверхности. Ну, вот покоился, покоился, и мы его движем с ускорением. Вот он покатился, что сделается с жидкостью? Ну, во-первых, если мы будем реально катить не очень аккуратно, бак, и жидкость будет плескаться, а если будем катить вот так вот с постоянным ускорением, она примет поверхность жидкости не горизонтальное направление, да? И вот такая есть стандартная задачка, как посчитать угол, который составит с горизонтом вот это вот направление жидкости, да? Почему-то всегда в этом случае рисуют не некий такой условный стакан от цистерны железнодорожной, представляете, какое там должно быть ускорение, чтобы жидкость такой вот угол какой-то заметный приняла. А какой? Это считается очень просто. За счет, что тут действует на воду? Вот поместим себя, как подобно Архимеду, как он в ванну, так вот себя в эту вот бочку, да? Будем в этой системе жить. Куда направлены на нас будут равнодействующие двух сил? Силы тяжести и силы инерции. Дело в том, что на нас тут действуют две составляющих силы, которые выражают для нас их действия в ускорениях. Сила тяжести, которая направлена вниз, к центру Земли. Кстати, тоже одна из расхожей идеи, почему тела падают вниз, потому что там их место. Да, вот все тяжелое стремится вниз, все легкое вверх, да? Вот силы тяжести и сила инерции. Ну вот, например, 45 градусов, чтобы это приняло соотношение, то вот это вот соотношение двух ускорений, силы, ускорения инерции и ускорения свободного падения, должно быть единица, тангенс 45 градусов, равен единицы. Ну и тут видно по картинке это дело, да? Ну вот, конечно, поезда с таким ускорением не движутся, с ускорением уже. Это что-то там типа каких-нибудь летчиков-истребителей, космонавтов. Это вот для них такая вот задача на самом деле, а не для железнодорожников. Вот, такие вот большие углы невозможны в обычной практике. Про течение решили мы поговорить сегодня. Значит, с одной стороны Эйлер, а с другой стороны Великий Лагранж. Великий Эйлер тоже великий. Эйлер, правда, наш земляк, он жил на Васильевском острове. Ну, для питерских он явный земляк, особенно для тех, кто с Васильевского острова. Он был академиком Петербургской академии наук, был туда, значит, приглашен, получал жалование, какое-то количество, значит, вазов, дров на зиму получал. Так было у них оговорено, так сказать, вот в этом вот академических, академической вот этой вот пенсии, или как там жалование называлось, зарплата, по-современному говоря. Вот жил он на Васильевском острове, на университетской набережной. Туда вот дом, я вот мимо него ходил, любовался белыми ночами на этот небольшой дом, каменный на нем. Он весь увешан такими вот чугунными досками мемориальными. Там вот Эйлер жил, один из тех, кого там в чугуне его вековечили. Там же где-то в тех местах и Менделеев жил. Ну, вот все такие очень важные люди в этих домах на университетской набережной жили. Ну, так вот, оба эти ученых, Эйлер и Лагранж, каждый по-своему занимались проблемами течения жидкости. Течение жидкости – вещь очень интересная, важная, нужная. Она – это самое, значит, течение жидкости, водопровод, канализация, течение рек. Ну, в общем-то говоря, люди понимали относительность движения. Вот как корабль или там лодка движется в воде. Ну, какая разница? Это вода течет относительно лодки или лодка относительно воды? Ну, во всяком случае, на той же вот Неве встать на мосту и смотреть, как мощное течение Невы течет, значит, мимо опор мостов Невских. Ну, как будто эти мосты плывут по воде, как корабли, да, вот рассекают эти волны. В принципе, разницы никакой. Вот, относительно такое вот течение. Важная вещь – течение жидкости. Ну, а забегая вперед, скажем, и течение газов – тоже важная вещь. Хорошо летать на самолетах или плавать на парусных кораблях. Воздух тоже течет и тащит за тобой парусный корабль. Или обтекает какую-нибудь башню Останкинскую, обдувает, как бы не повалил, не повалит. Рассчитано, все нормально, выдержит любой ураган. Вот. Ну, вот такие вот вещи. Ну, так вот. И вот у них, у обоих был, у каждого свой подход. У Лагранжа, пожалуй, вот с так вот, с моей точки зрения, с точки зрения обычного, так сказать, человека, обычного физика, подход был, ну, очень правильный. Очень правильный, но он ничего не дал. Он рассматривал каждую частичку жидкости отдельно. И вот, с моей точки зрения, физически, это правильная совершенно вещь. Вот я знаю про, значит, движение, броуновское движение частиц, какой-нибудь там, попавших в воду мелких частиц, да? Никогда не видели броуновского движения? Ну, это достаточно сложная наблюдаемая вещь, и надо микроскоп иметь. И вот под микроскопом рассматривать броу, браун или броун рассматривал пыльцу в капельке воды. И вот эти частички пыльцы вот дергались все время, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Сейчас это делают на частичках туши. Туш попадает в воду, капает в воду, значит, тушь. И, значит, частички туши маленькие, там, частички, вот, и их дергается в разные стороны. Да, действительно, вот в покоящейся даже капле жидкости, значит, частички воды перемещают с одного места на другое. То есть, соответственно, и в текущей воде тоже происходит перемещение вправо, влево, влево, вправо. И вот на этом-то и зациклился великий Лагранж. А вот великий Эйлер на этом не зациклился. Он очень условно стал рассматривать процесс движения жидкости. Но тоже правильно. Никогда не капали в текущую жидкость чернил. Вот есть такой способ, ну, он демонстративный, да, демонстрация фактически лекционная, хотя достаточно сложная. Значит, течет жидкость, ручей такой целый, течет жидкости, ручей. В нем, значит, могут быть острова какие-нибудь, она должна их обтекать. И вот несколько капельниц запускают стройки чернил или какой-нибудь другой красящей жидкости, окрашенной жидкости в эту самую воду. И стройки чернил дивижутся вместе с жидкостью. Они где-то вот уплотняются, когда в проход между моделями опор, опор моста. Тут ведь там, где узкое место в реке, там течение быстрое. Ну, это хорошо известный факт, да. Значит, когда, значит, берега сдвигаются, там какие-нибудь скалы где-нибудь, да, вот, ограничивают течение. Там, значит, течение быстрое. И там, значит, воды надо много проходить. Вот эти вот струи воды сближаются. Оказывается, вот этого вот горизонтального перемещения-то особенно-то и нет поперек течения, да. Оно просто вот как вот, так сказать, струи. Ну, типичная такая очень связанная с перемещениями среда газ, да. Газовые потоки, потоки воздуха, аэродинамика. Замечательная и важная наука для авиации. Там тоже самое, вот, пускают струйки дыма. И струйки дыма аккуратненько обтекают, значит, модель, там, самолета или какого-нибудь объекта, да, ракеты, крылы, капли, шара. Вот, они аккуратно вот так вот обтекают такие вот струйки газа, да, струйки воздуха вместе с дымом, значит, вот обозначают. Вот, вот какая вот интересная вещь. Значит, вот эта вот модель, которую, значит, которой исследовали Эйлер и Бернули, вот, она оказалась очень продуктивной. И выведено было уравнение Бернули. Его называют Бернули-уравнение. Может быть, не совсем корректно, потому что Эйлер тоже к этому имел, значит, касательство к этому делу. Ну, давайте в рамках этой вот модели Эйлера-Бернули, которая представляет себе воду, как некую такую вот однородную субстанцию. Не заглядываем в ее атомно-молекулярное строение, о том, что молекулы, так сказать, могут дефундировать, меняться местами. Так вот, вот это мы забываем. Мы чисто формально рассматриваем жидкость как некую вязкую среду, которая течет, которая, значит, взаимодействует со стенками трубы или вот со стенками того, значит, корабля, который рассекает эту воду, да, ну, какого движущегося предмета, да. Вот она к ним может прилипать каким-то образом. Вот такое вот течение. Течение, прямо скажем, это называется ламинарное, когда вот каждая струйка, она ведет себя так, как положено, не крутятся вихри. Вот этот вот вихрь называется турбулентность. Так вот, у нас тут никакой турбулентности не будет. Кстати, немаловажную роль турбулентность играет, причем положительную часто. Ну, да ладно. Давайте, значит, заниматься этим потоком. Ну, вот картинка, она, так сказать, повествует нам, показывает основы модели, что ли, да. Значит, есть такое понятие, так сказать, трубки тока. Это не труба, это не труба, это трубка. Мы мысленно выделяем трубку, такую вот мысленную, да, в которой, значит, в жидкости. Вот эта жидкость движется, да. Вот некий такой вот столбик жидкости за некоторое время переместился. Вот в эту сторону поток идет. Переместился он на сколько? Скорость умножить на время. Скорость на дельта Т. Вот это вот оно переместился. Чем больше скорость перемещения, тем, значит, на большее расстояние он переместится. Но как переместиться? Вот смотрите, вот эта вот трубка тока у меня сжимается. Можно представить себе это как трубу, ничего не поменяется. Но трубу, с которой трубка тока-то никак не взаимодействует. Нет у ней вот тут об трубу трения. А реальную трубу есть трение, а вот о мысленную трубу трения никакого нет. Что тут происходит? Смотрите-ка. Тут трубка тока больше площадь имеет, чем здесь. А за одно и то же время через этот срез пройдет один и тот же объем. Тут столбик должен быть за то же самое время длиннее, чем вот здесь. Согласитесь со мной? Ну, вот, скажем, вот такой вот столбик жидкости объем имеет такой же, как столбик здесь, но при том условии, что этот столбик длиннее. То есть, скорость в этом месте потока, в более узком, она больше. То есть, на самом деле, тут скорость больше, поэтому трубка тока уже. Вот почему. И поэтому в местах ускоренного движения сходятся вот эти вот линии чернильные, следы там, или струйки дыма, как раз там, где вот они вот и должны сходиться. Вот. Если вам угодно, можно вот так это рисовать, да? Ну, это та же самая картинка. И вот есть так называемое уравнение Бернули. Вот я вам покажу его сейчас. Сейчас я вам покажу, но не вдруг, а немножко погодя. Значит, вот он, объем. Объем, который у нас протекает через сечение. Вот жидкость несжимаемая, это очень важное утверждение в гидравлике. Вот эти все модели уравнения Бернули, построенные исходя из несжимаемости жидкости. Этого нельзя сказать про, так сказать, газ. Газ, в принципе, не в принципе, а вообще принципиально сжимаемая среда. А вот жидкость, вода, например, это, ну, почти несжимаемая среда. Вот это вот очень важное свойство воды, ее несжимаемость. Вот, и вот за одно и то же время через сечение С1 и через сечение трубки С2 должны проходиться один и тот же объем воды, одна и та же масса. Вот он, объем. Сечение на скорость на вот это вот время. Сечение на скорость на время. Вот, вот такое вот. Легко, кстати говоря, из этого уравнения что-нибудь путное получить. Время сократим и получим. Сечение на скорость. Ну, величина постоянная для данной трубки тока, да? Или можно вот считать скорость, как его скорость относится. Чем меньше сечение С2, да, вот оно меньше, тем больше скорость. Да, вот можно такое соотношение. Но меня больше радует вот такое утверждение, что сечение трубки тока на его скорость – это величина постоянная. Ну, если, конечно, у нас движение не турбулентное, а, как положено, там, ламинарное, да и без трения происходит. Это, в общем, такая вот идеальная совершенно вот структура. Вот. Вот оно. Уравнение, значит, Бернули. Для невязкой идеальной жидкости. Я так вот себе представляю. Я вот поделюсь своим жизненным опытом. Мне как-то вот это вот освоить было достаточно сложно. Давайте поговорим о том, что здесь есть. Ну, во-первых, есть П-давление. Это вот внешнее некое давление, которое приложили к жидкости. Ну, например, атмосферное давление, да? Или давление, которым, так сказать, поршнем давит какой-то вот человек, который качает эту воду, да? Там, через шприц, скажем, шприцует. Вот он давит на поршень шприца, а вода дальше течет по шприцу в углу, там, и так далее. Вот. Вот это вот давление гидростатическое, как говорится. РОЖ и АЖ – это знакомые вещи. Да? Вот это вот знакомые вещи. А вот это вот называют иногда динамическое давление. Ну, я-то как-то привык так его называть со школы. РОВ квадрат пополам. Ой, ну вот есть такое уравнение. И вот есть его даже вывод. Вывод уравнения можно вот это вот как-то вот съесть, проглотить, попытаться усвоить. И он очень правильный вывод. Но я попробую вот сам себе и вам тоже рассказать, как в этой муте разобраться. Как дойти в ней до сути. Ну, давайте сначала поговорим о, наверное, так сказать, выводе этого уравнения. Попробуем потолковать. В формулке, в формулке. Может, что получится. Вот картинка к выводу уравнения. Трубка тока. Вот она, значит, течет со скоростью V1. Тут больше скорости V2. Но зато сечение этой трубки уже. И как же будет что меняться здесь? Ну, вот менее красивая картинка, но тем не менее. Вот в одном месте S1 сечение, в другом месте S2. За одно и то же время жидкость проходит разное расстояние. Здесь и здесь. Здесь скорость больше. При всем при том, что объемы одни и те же. Что здесь объем, что здесь объем один и тот же. Длина просто разная у них. При одинаковой скорости течения. Вот это вот внешнее давление. На трубку тока со всех сторон действует внешнее давление. И перепад высот. Вот здесь вот высота этого кусочка. Кусочек очень маленький. И вот этот кусочек. Маленький кусочек. Ну, как всегда у них там, у физиков, это какие-то бесконечно малые объемы. Физически бесконечно малые объемы, как они говорят. Ну, что, попишем формулы. Давайте попишем. Значит, утверждается следующее. Что вот это вот дельта В, это вот тот самый объем единичный, который прошел. Рона дельта В, это же масса. Везде фигурирует масса. Рона дельта В, рона дельта В, рона дельта В. Плюс работа силы. Вот внешняя сила, она еще может совершать работу. Тот самый человек, который на поршень давит, его перемещает. И что-то там такое толкает эту жидкость. И работу еще совершает сила тяжести. Здесь, правда, не H1, здесь H2, конечно. Здесь H2. Это у нас вышла очепатка здесь, очепатка. Опечатка, в смысле. Это кинетическая энергия. Кинетическая энергия. Это потенциальная энергия. Потенциальная энергия. Смотрите, масса на квадрат скорости пополам. Масса на G, на H, потенциальная энергия. Изменилась потенциальная энергия, изменилась кинетическая энергия. За счет чего? За счет работы внешней силы. Осталось только посчитать работу внешней силы. Вот мы в одном месте переместились вот настолько, дельта Л1, дельта В на С1. В другом месте вот настолько. Объем это, дельта В на С2, а не скорость. Ну, соответственно, работа вот чем уравняет сила на перемещение. В одном месте в одну сторону, в другом месте, значит, нам мешала сила, да, работать. Тут мы расширялись, тут мы сужались где-то там, да. Вот, дельта В изменялась. Ну, и получается, что это на изменение вот этого вот самого вот давления. Теперь уже на изменение скорости, да, P1. Нет, на изменение объема. P1 на P2. Да, вот мы его и получили уравнение, бернули. Да и вывести его не проблема. Проблема понять. Вот, смотрите-ка. Все дело оказывается, я вам сейчас честно скажу, в силах инерции. Вот труба однородного сечения, да, однородного сечения, однородного. Отсюда сила действует. Вот в этом сечении, в жидкости действует сила, давит на него F1. В этом действует сила F2, да. Вот, если она течет как-то вот, да, здесь сила сопротивления. Сила сопротивления. Если жидкость течет с постоянной скоростью, что у нас должно быть? F1 должно по величине вот этой вот силы в этом сечении действующей должна равняться F2 и плюс сила сопротивления. Вот на этом вот участке. Да. То есть, F1, это собирает вот эту вот силу сопротивления и силу, с которой... А там же ведь дальше будет передаваться сила-то, да. Сила действия равна силе противодействия. Вот этот вот участок жидкости, равномерно движущийся прямолинейно по трубе, да, на него давит следующий столбик, а он на следующий столбик давит с той же самой силой. То есть, получается, что вот этот вот напор по длине трубы постепенно уменьшается при движении, да, так вот говорят. Постепенно он уменьшается. А теперь давайте посмотрим трубу сужающуюся, да. Вот как у нас было в картинке про уравнение Бернули. Сила опять F1, F2, опять сила сопротивления, но маленькая деталь. Скорость движения потока в сечении вот в этом, в первом, в левом сечении, будет меньше, чем в правом. Значит, на этом участке тело испытывало ускорение. Вот откуда возникает дополнительное вот это вот давление, связанное с изменением скорости. Вот оно, вот оно дополнительное, эта величина. Вот это вот сила инерции. Вот она как раз и связана с этими самыми вот составляющими скоростного напора, так называемого. Вот оно куда девается. Вот это вот возможность давить и давить, давить и давить. Кстати говоря, вот давайте рассмотрим вот такую вот трубу. Жидкость покоится, да. Никаких сил нет. Просто она покоится, и покоится жидкость залита. Вот она, покоится жидкость, длинная труба. Тут вот заглушка стоит, глухая труба. Глухая труба, давление есть в жидкости. Давление, вот, значит, как такие вот к длинному трубопроводу, опыт такой в школе показывают иногда, приделаны, так сказать, трубочки. Трубочки обычно делают стеклянные, чтобы видно в них было, насколько поднялась вода. И здесь все закрыто. Жидкость покоится везде в жидкости. Давление зависит только от, ну, от глубины, скажем так. Здесь давление атмосферное, здесь давление атмосферное, плюс давление столба этой жидкости. РОЖА, да, плюс атмосферное давление. Потекла жидкость. Что произошло? А смотрите-ка, давление стало падать почему-то. Здесь вот давление, вон какое здесь. Здесь атмосферное давление, плюс РОЖА, а здесь, здесь РОЖА-то меньше, здесь еще меньше, да? Вытекает жидкость. Вот насколько-то оно меньше, все время убывает, убывает. Действительно, за счет, вот так сказать, трения, скажем так, по трубе, меняется в ней давление. Да, вот это вот называется напор. Эта модель очень полезная оказалась для людей, которые работали с электричеством. Они моделировали, значит, электрический ток движением некой электрической жидкости. И вот напор этой жидкости, вот высота столбика, это электрическое напряжение, то, о чем мы толковали. Скорость – это ток электрический, да, сколько воды, расход воды, значит, скорость на поперечные сечения. Сопротивление тоже связано, между прочим, с законами гидравлики. Очень полезная вещь – это сопротивление гидравлическое. Вот из него удалось впоследствии вывести все, что было связано с законами электрического тока. Сопротивление. Трутся слои воды друг от друга. Трутся. Особенно хорошо трутся слои жидкости друг от друга, если жидкость очень вязкая. Есть такое слово, значит, вязкость жидкости. Масло – вязкая жидкость, да? Вот у ней, значит, жидкость масла, вязкость масла, она выше, чем вязкость воды. Как это определить? Ну, это даже на глазок можно определить, посмотреть, как льется вода и как льется масло. Примерно одна и та же скорость, но как-то вот масло льется величественнее, правда? Оно какое-то такое на вид даже липкое. Оно, когда масло течет, прям, значит, особенно вот обтекает какие-то преграды, действие на преграду больше, чем действие воды, когда масло обтекает. Дробинка в воде опускается быстрее, чем в масле, по той простой причине, что масло тормозит движение дробинки сильнее. Как моделируется этот процесс? А вот смотрите как. Идея заключается в следующем. Такой опыт, почему-то всегда детям показывают. Две пластины движутся относительно одна другой в жидкости. Вот здесь, вот она, пластина движется вот с такой скоростью относительно другой пластины. И жидкость между ними, ну, как сказать, увлекается частично. Вот жидкость прямо рядом с пластиной, она прямо вот вместе с пластиной движется. Жидкость, вязкая такая, идеальная вязкая жидкость. Жидкость рядом с покоящейся пластиной, она покоится. И вот внутри этого вот зазора, промежутка, скорость растет от нуля до скорости движущейся пластины, V0. Действует сила трения. Сила трения. С чем она связана? Она связана с трением между слоями этой самой жидкости. И можно сказать, что эмпирически она определена, с чем связано это жидкое вязкое трение. Кстати, это жидкое вязкое трение в такой модели, как здесь, используется для смазывания трущихся деталей. Помните, мы с вами говорили как-то раз о трении скольжения, имелось в виду сухое трение, а это вот мокрое трение или влажное трение, смазанные поверхности. Вот так вот скользят как раз смазанные поверхности. Это не просто какой-то абстрактный пример, а вот чисто конкретный. Давайте посмотрим, чему равна сила трения. А вот она, оказывается, чему равняется. Значит, площадь этой пластинки, чем больше площадь пластинки, тем больше сила трения. Не обратите внимание, ничего подобного не было с трением, которое называлось у нас сухим. У сухого трения площадь не имела никакого значения. Значит, вот она, скорость пластины, скорость которой движется, а это D, расстояние между пластинами. То есть, это получается, вот, насколько меняется на каждом, так сказать, единице длины, на каждом миллиметре или на каждом микроне скорость масла, движущегося между этими трущимися пластинами. Вот я уже проболтался, что речь вот о масле, о смазке, да? О вязкой смазке, о масле. Вот, вот она, вот так вот она вот тут вот движется, трется, да? Вот, и некий коэффициент вязкости, это буква это, между прочим. Очень любопытно выяснить, кстати говоря, чему равен, как выглядит единица вязкости, вот, как она выглядит. Вот, давайте посмотрим, как она выглядит. В каких единицах измерения ее надо мерить. Значит, что у нас там была за формула? Значит, это будет так. Это будет, что сила умножить на длину, делить на площадь и длить на скорость, да? Вот смотрим, значит, сила, размерность силы на размерность длины, делить на размерность площади и на размерность скорости, делить, да? Ньютоны, длина метры, площадь квадратные метры, скорость метры, делить на секунду, да? Ну, вот секунды оказались сверху, метры внизу. Значит, метры сокращаются, получается, так, квадратный килограмм, так, это ньютон, килограмм и метр, секунду в квадрате, да, он еще появился, да, у нас, значит, килограмм на метр, вот он, секунда в квадрате, этот метр квадратный остался еще с тех пор, а эта секунда тоже еще вот с этой формулы осталась. Ну, вот, получается, какая размерность, килограмм на метр и на секунду, килограмм делить на метр, секунду, вот такая вот размерность. Ну, к этому приходится привыкать, они все такие экзотические, странные. Вот, это вот вязкость, вязкость жидкости, и есть жидкости, так называемые ньютоновские, и не ньютоновские, это я вам как-то уже говорил, ньютоновские жидкости, это те жидкости, у которых вязкость не зависит от скорости, при любой скорости вязкость одна и та же, это ньютоновские жидкости. А не ньютоновские, у них вязкость тем меньше, чем больше скорость движения, да, то есть вот такое вот правило есть. Это очень важно для нашего организма, для существования всех живых существ, потому что большинство биологических жидкостей, они не вязкие, да, и связано это с тем, что они имеют очень сложную структуру, значит, при большой скорости движения, меньшее оказывается воздействие, значит, со стороны, так сказать, сосудов, по которым она движется, хотелось сказать, трубок сосудов. Когда кровь движется через капилляр, это видно на микроскопах, под микроскопом, когда этот процесс исследуется, то деформируется вот эти вот, как это называется, форменное образование крови, да. Например, и такая чудесная частичка, которая у нас гемоглобин несет, эритроцит, он такой, немножко напоминает блин какой-то такой, или оладышек, да. Вот этот вот оладышек, когда втискивается в капилляр, он еще деформируется, естественно, трение там получается больше. А когда течение быстрое, это по широким сосудам, вот этого вот не испытывает он, нет, не влияет это дело, вязкость. Вот, короче говоря, вязкость биологической жидкости, там типа крови, лимфы, вот она вот не ньютоновская. Большие потоки с большой скоростью извергаются, а медленные с маленькими. Ну, ладно, не будем об этом, будем лучше говорить о течении жидкости по трубам. Вот, замечательная труба, дело труба. Труба, в ней течет жидкость. Знаете, что такое за дуга такая? Это и пюра скоростей. Вязкая нормальная жидкость. Вот тут вот скорость ноль, как бы жидкость прилипает к стене, это ламинарное течение. В серединке скорость самая большая. Вот это называется ламинарное течение. Ну, вроде должно думаться, что это очень хорошо, что очень правильно. Вот. А есть еще одно течение, оно называется турбулентное течение. Нет уже вот этого вот. Как-то вот происходит некий срыв. Перестает течение быть ламинарным, оно становится турбулентным. Особенно это важно и даже иногда и полезно для движения самолетов в воздухе. Оказывается, дополнительная турбулентность может создавать дополнительную подъемную силу. Вот смотрите, как выглядит и пюра скоростей в турбулентном потоке в трубе. О, видите как? Она может быть максимальной скоростью и меньше, чем в ламинарном случае. Но зато почти везде они одной величины. Ну, вот только на краях немножко заваливается и сходится до нуля. В ноль превращается. Вот это вот такая вот вещь. Изучать, как-то вот описывать вот это вот движение, это крайне сложно. Как вы понимаете, модель вот эта уже здесь в чистом виде, уравнение Бернули, оно здесь перестает работать. Здесь нет таких вот, ну, как-то вот и к нему можно еще пытаться. То, что все-таки вихре как-то вот он по непонятной причине перестает течь вот по прямой, начинает вот завихрение происходить. И вот эти вот завихрения, вот они вот, в общем-то, даже быстрее протекают на самом деле. Вот такой вот турбулентный поток, значит, расход жидкости в одной и той же трубе при одном и том же давлении получается иногда больше. То есть, он даже полезен, турбулентный поток, потому что меньше получается потери на сопротивление, как ни странно. Вот, на вязкое трение. Вроде как в каждой частичке, в каждом участке этого турбулентного потока можно толковать о линиях тока. Только теперь они стали вихревыми такими линиями, вот вихри, завитки всякие. Наверное, можно говорить об применимости уравнения Бернули и вот этой вот модели Эйлера-Бернули, да, для этого дела. Но вот какой вот маленький, маленькая деталь. Почему-то природа для движения жидкости, как-то вот оно перестает быть устойчивым, предсказуемым, да. Вообще все эти процессы природные, они их описывают дифференциальными уравнениями. И вот речь идет иногда, мы, как с вами говорили, об устойчивых дифференциальных уравнениях, с устойчивыми решениями и с неустойчивыми. Вот оказывается, здесь вот возникает некая неустойчивость. Неустойчивость в данном случае, может, даже и полезная. Неустойчивые решения. Непонятно, как предсказать. Говорят такие слова, точка бифуркации, еще какие-то там разные такие вот словеси. Важно следующее, что замечено, что движение начинает быть неламинарным, становится турбулентным, с тех пор, как вот такая вот величина, называется это коэффициент Рейнольца, или фактор Рейнольца, или критерий Рейнольца, превышает определенные значения. Для разных форм потоков, для разных форм тела обтекаемых, для разных форм труб или каналов, да. Это вот свои критические есть величины для коэффициента Рейнольца. Вот он, Рейнольц этот наш. Разные величины. Здесь, значит, что у нас есть такое? Это, значит, сечение потока, значит, это его скорость, а это вязкость. А вот это вот некий характерный размер тела, то есть, простите, не сечение, это плотность, ро, это ро так у нас, плотность. А это какой-то характерный размер, либо тела обтекаемого, либо трубы. Вопрос тонкий, что взять там, диаметр или радиус? И, соответственно, коэффициент вот этого Рейнольца будет другим, да. Вот так вот говорят. Кстати говоря, вместо вот такого вот понятия, так сказать, вязкость, вводится динамическая вязкость. То есть, обычная наша вязкость делить на плотность. Вот она. Получается, скорость на динамическую вязкость умножить на характерный размер. Вот это вот как только число Рейнольца превышает определенный предел. Но для разных случаев это разный предел. Для каких тысячи, для каких десять тысяч. Но важно, что эта величина безразмерная. Вот этот коэффициент Рейнольца – это безразмерная величина. А это вот динамическая вязкость называется. Вязкость делить на плотность. Вот после этого поток турбулентным становится. Я не выговорю слово «турбулизируется», «турбулизуется». Тонуется турбулентным. Вот так вот. Начиная с некоторой скорости. С некоторого значения числа Рейнольца. Отсюда получается законоподобие. Можно, скажем, изменять размеры модели. Ну, скажем, нельзя смоделировать реку Волга или там реку Миссисипи. Скажем так, вот в условиях лаборатории какой-нибудь гидрографической, наверное. А можно сделать эту копию размерную, значит, в меньших размерах. Посмотреть, как повлияет на течение воды, на откладывание, значит, мелей, строительство моста или плотин, или еще какого-то гидросооружения. Там изменение профиля дна, там, например. А оказывается, если воду заменить другой жидкостью, скажем, если мы уменьшаем размеры, значит, нужно уменьшать вот эту вот динамическую вязкость. Или увеличивать скорость. Вот эта вот ВЛ на Ню должна быть величиной. Постоянная вот эта вот критерия, когда начинается, значит, вот какой-то вот такой переход, да. Нам нужно сказать, что критерии Рейнольдса не единственные. Есть еще куча критериев, там, значит, Кнутсен, Струхаль приложили свои. Значит, это все к разным случаям. Особенно это важно для обтекания самолетов вот этим вот, значит, ветром. Вот такие вот дела. Ну, ладно, встречным потоком воздуха, а не ветром, конечно. Расстаемся мы с вами до следующего раза. Решено. А в следующий раз, знаете, о чем мы поговорим? Такая вещь очень классическая для школьного такого детского учебника – это про всякие капилляры, про всякие капельки. Одним словом, про всякое там поверхностное натяжение. Спасибо вам большое за ваше внимание к моей персоне. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова